Привет, друзья! Сегодня очередной выход в лес, и на этот раз я отправляюсь на фотоохоту. Я взял вот такую камеру с очень мощным дальнобойным объективом для того, чтобы поснимать птиц. Поснимаем, испытаем камеру, испытаем себя и погуляем по лесу. Поэтому не будем терять время, отправляемся в путь. Главная цель сегодняшней фотоохоты – найти серых журавлей. За день до похода я заметил парочку пернатых на поле недалеко от болота. Тогда с собой у меня был только смартфон, и сделать качественные снимки птиц не получилось. Поэтому, вооружившись камерой, иду к месту первой встречи. К полю я решил подходить из леса и заодно заглянуть на знакомое болото. Выйдя из заболочных территорий, делаю небольшой привал. Ну что, на болоте встретил только двух уток. Я, к сожалению, спугнул, и не получилось их снять. А так, конечно, никакого даже намека на журавлей там нет. Но место интересное. Место интересное. Сейчас иду к лесному ручью. Тоже, в принципе, живописно там. А оттуда уже выйду на одну полянку, на распаханное поле, точнее. Звонкая песня лесного ручья слышна издалека. От этого места до нужного мне поля рукой подать. Подходя к месту своей фотоохоты, я спугнул птиц. Поэтому пришлось затаиться и ждать. Я уже 20 минут лежу, как снайпер просто здесь в засаде. Пришел на поле, было два журавля. Сделал пару шагов навстречу им. Сразу поднялись, влетели. А теперь они кружат здесь над полем. Вот я в кустиках валяюсь на земле и жду, когда они вернутся. Если они вернутся вообще. Ну, они красивые. Спустя час, они все же вернулись на прежнее место. Буквально на несколько минут. Ну вот, теперь я полдня буду за ними бегать, чтобы фотографии отдать. Признаться честно, сам процесс съемки занял у меня минут 15. А вот ожидания журавлей в этом поле, ну, часа полтора я просидел. Перемещался с места на место, выискивал себе позицию поудобней. Но от каждого моего движения, от каждого шороха, птицы сразу отрывались от земли и улетали в небо. Красиво, кадры красивые, фоторужье не подвело. Кадры вы уже видели. Ну, а мне пришло время возвращаться домой, строить новые маршруты и планировать новые походы. С вами был Дмитрий Зайчиков. Пока!